Алексей Шостаков играет в теннис с 5 лет, сейчас ему 13. Он влюбился в этот вид спорта, глядя на свою старшую сестру, которая также занималась теннисом. Сейчас Алексей занимает первое место в Европе в рейтинге спортсменов своего возраста. Сам он из Севастополя и в этом турнире он вышел в финал. Тяжелый соперник был в полуфинале. Играли в трех сетах. Я первый сет проиграл, но я собрался, подкорректировал свою игру, начал играть лучше и поэтому выиграл. Алексей выступал на турнирах во многих странах. Его кумиром является Роджер Федерер. Мне нравится игра Федерера. Он очень хорошо передвигается по корту, великолепно бьет справа, играет у сетки. Просто великолепно передвигается. Очень много шлемов выиграл, поэтому нравится его игра. Я всегда смотрел с восхищением, особенно когда он играет на Мамбалдоне. Юный теннисист, как и великий спортсмен, хочет завоевать все кубки турниров большого шлема. Соперником Алексея в финале Кубка Кремля станет Алибек Кочемазов. Он приехал из Москвы с группой поддержки. Его кумиром также является Роджер Федерер. Кочемазов, как и его завтрашний соперник Алексей Шестаков, полюбил теннис, глядя на свою старшую сестру и начал играть в него с шести лет. В этом году успешно стартовал, выиграл первую категорию, которая была в турнире Александра Островского, теннисный турнир первой категории. Сейчас вот дошел до финала на Кубке Кремля. Будет играть с Шестаковым. Первая ракетка Европы. Этот мальчик, у них счет 1-1 по личным встречам. Ну, завтра такой момент, кто кого. В прошлом году Алибек мало участвовал в турнирах. Больше времени провел в тренировках и общефизических подготовках, чтобы получить результаты, начиная с этого сезона. В целом, турнир Кубка Кремля дает большие перспективы для его участников. Он является европейским и собирает спортсменов из многих стран. Турнир такого масштаба впервые проходит в Академии тенниса имени Николая Озерова. И, по мнению экспертов, премьера удалась. Это первый турнир, который вообще здесь проходит. И сразу же высшая категория европейского теннисного тура. Турнир первой категории. И организаторы сделали все возможное, чтобы провести его на подобающем уровне. Так, как и проводится в Москве, Петербурге и других крупных городах, где уже не первый раз этим занимаются. В скором времени в Академии тенниса имени Николая Озерова пройдет еще ряд турниров, на которых соберутся лучшие спортсмены. Такого уровня масштаб только возраста до 13 лет. Уже 28 января стартует зона Европы. 16 команд, всего 150 участников мы принимаем. Это тоже очень высокий уровень. После нашей зоны это будут отбираться уже финалисты европейского теннисного тура, который будет играться в Европе. Организаторы турнира также отметили высокий профессионализм всех участников турнира и выразили благодарность всем спортсменам, которые смогли приехать, чтобы побороться за победу.